Добрый день, меня зовут Смирнов Алексей, я рад вас приветствовать в Московском Доме Книги. Не так давно Токио стал центром спортивной жизни всего мира, а Япония оказалась в центре внимания многих и многих поклонников спорта. Что же мы знаем о Японии, об этой загадочной, аутентичной стране, со своей сказочной культурой, искусством, традициями? Расскажу о книгах, которые об этом рассказывают. Итак, начну с книги известного питерского, петербургского востоковеда Мещерякова, который написал такую замечательную книгу, в которую вошли его многие работы. Называется эта книга «Страна Японии. Люди и тексты». Почему тексты? Потому что тексты, литературное наследие Японии очень богато, и оно насчитывает не одно столетие, и переводами этого наследия японских литераторов, скажем, прошлого, занимали самые разные переводчики в самые разные годы, как 20-го, так и 19-го столетий. И как раз Мещеряков рассказывает о том, насколько уникально литературное наследие японцев, насколько оно необычно отличается от литературных памятников соседей, корейцев, китайцев, например, в частности. Что оно имеет, конечно, философскую нагрузку. Искусство сочинять литературные тексты, искусство каллиграфии – это тоже одно из уникальных явлений в культуре всего мира, которые подарили нам японцы. Читайте эту книгу, делитесь своими впечатлениями, буду очень признателен. К японской исторической традиции вполне применимо определение «островная». Географическая отдаленность от континента формировала тип сознания более склонного обращаться к истории собственной страны, нежели представлять ее в качестве части истории мировой или региональной. Страны, о которых японцы располагали более или менее достоверными сведениями, ограничивались Кореей и Китаем. Японцам были чуждые попытки создания всеобщих историй. На манер средневековых европейских хроник. Японских историков интересовали прежде всего события, случившиеся дома. Это отнюдь не означает, что они не имели представления об устройстве на материке. Нет, японцы были любознательны и усиленно перенимали многое из того, что казалось им полезным. Первые известные нам достоверные сочинения представляют собой летописные своды. Эти тексты освещены авторитетом государства и одновременно освещают его. Будучи составлены людьми, чьи имена известны нам, они выражают общезначимые государственные ценности. В целом о истории Японии мы знаем немного. И помочь нам в этом может краткая история Японии, Мейсона и Кайгера, двух авторов, американцев, которые написали такую вот краткую, но тем не менее очень емкую историю Японии с древнейших времен до наших дней. Японцы нам известны как народ с большой военной историей. Японцы всегда часто принимали участие в разных войнах, в коалициях, в частности в 20 веке, за что в итоге поплатились армии и после окончания Второй мировой войны не имеют как таковых вооруженных сил. Но это им не помешало как раз именно в этот период заявить о себе, как нации, народе, который сплотился ради восстановления своей страны. И после войны переключили японцы свое внимание не на войну, не на вооружение, а на потребности рядовых граждан, потому мы их знаем как людей, живущих в стране с экономическим японским чудом, которое до сих пор нас удивляет. И когда приезжают туристы в Японию, всегда обращают внимание на какие-то новшества, на совершенно необычные тренды, которые еще не вошли в жизнь нас с вами. Но в Японии уже пользуются широкой популярностью, и к ним японцы относятся как к данности. То есть это и робототехника, и нанотехнологии, все уже кажется в Японии обычным делом. Сейчас, чтобы получить достоверные сведения о своей земле, ее формировании и ранних поселениях, японцы обращаются не к мифам о сотворении мира и о богах, а к работам археологов и их коллег-ученых. Тем не менее, старинные предания привлекают внимание к тому факту, что страна состоит из цепи островов, и это оказывало влияние на ее жителей на протяжении всей истории. Япония приняла свой внешний вид, островное государство, около 20 тысяч лет назад. Великие силы природы отрезали четыре ее крупнейших острова и сотни более мелких от азиатского континента, составив дугу островов, растянувшуюся более чем на 2400 километров. На юге они были когда-то связаны с Корейским полуостровом и с Китаем, на севере – Сибирью, а Японское море при этом оставалось огромным озером. С повышением в нем уровня воды сухопутный мост на юге исчез. Позднее также не стало и Северного моста. Эти меняющиеся земли и начали заселять люди. И о художественной литературе, которая связана с Японией. Расскажу о книге, уже не новой, но тем не менее непосредственно имеющей отношение к Японии. Это книга Бориса Акунина «Просто масса». Книга о помощнике Раста Фондорина. Фондорин – это главный герой большой серии книг Бориса Акунина, рассказывающий о сыщике в 19-м и даже начале 20-го века. Харизматичный сыщик Раст Фондорин. Так вот, у него был такой замечательный помощник японец Маса, который, приехав после долгого отсутствия вновь в Японию, вернувшись в свою страну, конечно, увидел большие изменения, но тем не менее это мудрый человек, который делится своей мудростью на страницах этой книги со своими соплеменниками, соотечественниками японцами. Конечно, авторитет его невероятен в то время, когда идет описание в этой книге. И, конечно, мы сами узнаем много жизненных, философских, наверное, установок, принимаемых на себя, и этим, кажется, нам интересная книга. Вообще, Борис Акунин сам по себе тоже востоковед. Он посвятил много времени изучению Японии, переводам с японского языка на русский многих текстов. Так что Япония ему знакома не только как страна, где живет его литературный выдуманный герой. Обращаю внимание на эту книгу, поделитесь своими впечатлениями, буду очень рад. Масса и не представлял себе, до какой степени интересным окажется дело об украденном свитке. Это просто невозможно, необъяснимо, рассказывал мистер Браун. Когда наше прежнее помещение рассыпалось как карточный домик во время землетрясения, мы купили прочнейшее старинное здание, сложенное из огромных тесаных камней, которое нисколько не пострадало. Потратили полтора года и 300 тысяч долларов на реконструкцию. Оборудовали все по последнему слову науки. Даже на Манхэттене нет более надежного депозитария, чем наш. Достижения технического прогресса там соединены с живой охраной. Одно дополняет и контролирует другое. К центральному сейфу, где находится залог, без волшебства было даже не подойти. Про систему безопасности подробнее, пожалуйста. Велел Масса, делая вид, будто подмечает что-то в тетрадочке. Американец разговаривал с ним как пациент с медицинским светилом, последней своей надеждой. И поверьте моему опыту, сэр, волшебных краш не бывает. Бывают дырявые системы безопасности. Банкер обиделся. И в завершении небольшого обзора новинка, которую, ну, очень, мне кажется, очевидным прорекламирователе, скажем так, обратите внимание именно в книжном магазине. Кот, который любил книгу. Сосука Нацукава. Автор этой приводной издания, уже не Борис Акунин, наш соотечественник. В данном случае речь идет о бухинистическом магазине. А мы как раз снимаем с вами сейчас наш ролик в отделе антикварной бухинистической литературы. Так вот, главный герой получает бухинистическую лавку в наследство. Но что-то ему скучновато работать в таком вот магазине со старыми книгами. И думает он, что-то надо, наверное, с этой лавкой делать, наверное, придется продавать. Тем не менее, появляется тот, откуда ни возьмись, кот, говорящий по имени Тигр. Например, вспоминается прям наш Александр Сергеевич Пушкин с Лукоморьем, где кот, да, говорящий, тоже присутствует. И вот он помогает разобраться этому наследнику бухинистической лавки в том, что же у него продается в магазине. И вообще, как сохранить все то, что ему попало в дар от дедушки, скажем, да. Обращаю внимание на эту книгу потому, что она все-таки написана в таком легком стиле. Больше для подростков, для молодежи, для такой вот юной аудитории, поскольку здесь, ну, наверное, все-таки сюжетная линия такая достаточно фантастическая и легкая, чем для любителей, наверное, классической литературы с известными авторами, издающимися много десятилетий, в том числе и в советские годы, да. Книга хорошо оформлена, есть прекрасные иллюстрации, хоть они и черно-белые, в принципе, на мой взгляд, это делает книгу еще более уникальной, поскольку напоминает чем-то жанр манго, ну, это вот опять-таки на усмотрение специалистов в этом направлении, похоже это на манго, на комиксы и так далее, на аниме или нет. Обращаю внимание, пожалуйста, спрашивайте эту книгу в магазинах, делитесь своими впечатлениями, отзывами в комментариях, буду очень признателен. Экая жалость, такая прекрасная коллекция книг и в таком мрачном месте. Голос доносился откуда-то из глубины магазина. Рентара резко обернулся. Нет, никого. Только кот. Полосатый кот. Кот грациозно павел хвостом. Кот? Ну, кот, ответил кот. Ты что-то имеешь против? Мне нужна твоя помощь. Моя помощь? Да, твоя помощь. Дело в том, что один человек держит в заточении книги. Это все на сегодняшний день. Спасибо за внимание. Смирнов Алексей. Ждем вас в московском доме книги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.